Ребята, всем привет! Меня зовут Сергей Ефремов, я QA-инженер, живу и работаю в Калифорнии, а также преподаю на наших курсах KMNL, QAvtomation, если кому интересно, ссылка в описании. И сегодня у нас обзор рынка QA, еженедельный обзор рынка тестирования, и сегодня мы посмотрим, что творится на рынке по сравнению с предыдущей неделей. И сразу вам скажу, это потрясающая неделя, такого я еще не видел никогда. Мы посмотрим, что у нас творится на рынке QA тестирования в Америке, в России, в Белоруссии и в Украине. А также я еще хочу сегодня затронуть один маленький вопрос, который мне задают часто студенты на моем курсе. Чем отличается левел, seniority level? То есть, что такое junior key, что такое middle key, что такое senior key, lead key, и как понять, на какую вакансию аплайдс, и какие вакансии больше? Вот этот вопрос мы тоже с вами сегодня посмотрим. Окей? Поехали. Как всегда, мы начнем с сайта LinkedIn. Это самый популярный сайт поиска работы на американском рынке, но я думаю, что и вообще в мире. Тут огромное количество вакансий, и самые выгодные работы по самым хорошим зарплатам, по самым хорошим деньгам вы можете получать на сайте LinkedIn. Сайт LinkedIn абсолютно бесплатный, вы можете зарегистрироваться и устанавливать хорошие деловые контакты и искать здесь работу. Каждую неделю мы проводим наш еженедельный обзор, в том числе, используя этот сайт, как один из основных ресурсов поиска работы в интернете и поиска работы QA. Давайте посмотрим, что у нас по сравнению с прошлой неделей. Еще раз скажу, ребят, такого я не видел никогда. На прошлой неделе, я специально веду статистику, у нас было 130 804 открытых вакансий по запросу QA в Соединенных Штатах. Сегодня у нас 147 809 открытых вакансий по запросу QA. Это не QA manual, это не QA automation, это просто в целом QA. 147 809 открытых рабочих мест. Прямо сейчас можно оплатиться и идти на все 147 тысяч. Ну, шучу, на самом деле, можно работать на одной работе, на двух, вы можете работать full-time, вы можете работать part-time, но, конечно, на 147 тысяч вы не пойдете. Но это огромные, огромные цифры, ребят. Чтобы вы понимали, я вот на самом деле, я не знаю ни одной вообще отрасли в мире, ни одной вакансии, где бы платили в среднем порядка 100 тысяч долларов в год, и каждую неделю прибавлялось бы там порядка 15 тысяч, 17 тысяч рабочих мест. Каждую неделю. Еще раз скажу, неделю назад у нас было 130 тысяч открытых рабочих мест для QA. Сегодня у нас, неделю спустя, 147 800. То есть за неделю прибавилось 17 тысяч рабочих мест. Представляете, за неделю. Со средней зарплатой 100 тысяч долларов в год. Вы знаете еще какую-нибудь одну отрасль, где так развивается, где столько требуется людей, где платят такие зарплаты, где столько потребностей в тестировщиках? Вы, конечно, можете сказать, ну это, наверное, там senior level, это там какие-нибудь менеджеры, и поэтому как бы много хотят. Вот поэтому я сегодня рассмотрю еще один вопрос. А кто действительно требуется по experience level? Вот здесь, да? Мы посмотрим, по experience level, кого больше хотят. Entry level, internship, middle level. Ну, посмотрим, более опытных тестировщиков или начинающих тестировщиков. Но в первую очередь я хочу отметить такой факт, что наконец-то я вижу, что, скорее всего, была закрыта вакансия Facebook QA-лида. Она очень долгое время висела. Видимо, люди нашли правильного кандидата, и человек приступил к работе. Я очень рад этому, и надеюсь, наш еженедельный обзор рынка QA, возможно, даже помог в этом. Я очень рад, что Facebook нашел себе хорошего кандидата. Но, тем не менее, Facebook нашел одного кандидата, и появилась другая вакансия на другого кандидата. Теперь вы можете апплаиться на QA Program Engineer. И, как всегда, Facebook очень часто публикует вакансии, и вот это одна из этих вакансий, это full-time вакансия, да? И, на самом деле, очень-очень крутая вакансия. И, значит, смотрите, вы можете апплаиться среди других девяти аппликантов. То есть, на самом деле, всего девять человек подали заявку на эту вакансию. Очень хороший шанс попасть. И ее посмотрело 116 человек, но всего девять аппликантов на нее подали. Вопрос, подавать или не подавать. Если вы смотрите на вакансию, и увидите примерно 50% того, что в ней обязательно соответствует вашим знаниям, уже стоит попробовать. Потому что рекрутеры, потому что те, кто пользовался джопосты, они не всегда рассчитывают найти 100% подходящего кандидата. Конечно, это хотелось бы. А еще лучше найти кандидата, который будет превосходить ожидания работодателя. Но в технической сфере такое бывает не всегда. И поэтому, если вы соответствуете хотя бы на 50%, уже стоит попробовать. А потом уже на собеседовании выяснится, на самом деле, насколько вы подходите. Окей. Давайте посмотрим вкратце несколько вакансий. А потом я с вами хочу поделиться одной маленькой вакансией, которая мне очень-очень понравилась, она меня привлекла. За нее платят 202 тысячи долларов. Интересно? Вот давайте чуть-чуть попозже, через пару минут я вам расскажу, что это такое. Но, тем не менее, давайте пройдемся по основным вакансиям, которые у нас есть на этой неделе. У нас все еще требуется Warner Bros. тестер. Да, и это temporary position. Кто не знает, еще раз скажу, temporary – это как бы позиция не full-time. Это позиция, которая будет, возможно, продлена, возможно, не продлена. Вопросы тянили и не идти. Ну, ребят, во-первых, Warner Bros. уже неплохо, да, можно поставить резюме. Во-вторых, компания занимает ремонт, скорее всего, надо читать, но сейчас практически все вакансии для QA, для IT работы – все ремонт. Можно работать из дома. Во-вторых, все, что я увидел вот здесь – это очень-очень маленький опыт. То есть, по сути дела, не требуется никаких вот больших знаний, каких-то программных продуктов, языков, программирования для того, чтобы пойти в Warner Bros. работать на QA тестера. Вопрос вы скажете temporary, а меня там оставят, не оставят. Еще раз скажу, ребят, даже временная работа в Warner Bros. уже хорошо. Если вы хорошо себя покажете, возможно, вас оставят на full-time. Такие варианты бывали, и часто мне на собеседовании, даже если temporary, предлагали, говорят, окей, теперь мы можем предложить full-time, потому что видим хороший уровень вашей подготовки. Такое бывает. Поэтому можете попробовать. И seniority level вот здесь – это associate. Associate, мы об этом сегодня еще поговорим, но это один из начальных уровней, которые можно вообще охарактеризовать QA специалиста, технического специалиста. Это associate. С этого левела или там, это, скорее всего, такой entry level. Дальше. У нас есть вакансии по всей Америке, так как я выборку сделал по всему США. И давайте посмотрим по зарплатам. Например, вот этот контракт к инженерам. Вопрос, идти на контракт или нет. Зачастую на контракте платят больше, потому что вы сами должны платить свои налоги. Надо разговаривать. Во-вторых, смотрите, тут подало 60 аппликантов. Больше, чем в Facebook. В Facebook у нас сколько было? 9 аппликантов только. Вопрос, почему? Ребят, обратите внимание на зарплату. 147 тысяч долларов. Ну, от 59 до 147. Но, с другой стороны, на контракт 147. Поработать немного там на них. Знаете, что, кстати, они хотят? Они хотят, чтобы 3 года экспириенса было. Дальше. Testing Experience Linux или Android. Automation and UI Validation Tool Experience. Ну, скорее всего, хотят от вас какой-то автомейшн. Какой не написано, поэтому, скорее всего, вот, в принципе, то, что вы знаете, им подойдет. Да, и тем более на контракт там люди особо непритязательны будут. Можно попробовать. Окей, еще одна красивая вакансия. Почему красивая? Обратите внимание, ребят, на зарплату. Компании Apple нанимают очень часто кей-инженеров. И в этом случае они уже платят более повышенную зарплату, чем, допустим, на прошлой неделе, на прошлой вакансии, которую мы разбирали. Там было, по-моему, 84 тысячи до 130 с чем-то. Здесь уже, смотрите, 174 тысячи долларов. Вы можете получать от 116 до 174. Вы скажете, нужно переезжать к Купертино. Ну, во-первых, Купертино не самое плохое место. Я там жил прямо напротив офиса Apple. Во-вторых, ну, что я вам скажу. Во-первых, много работы ремоут. Нужно разговаривать. Это ремоут или это нужно ходить в офис. Сейчас практически вся работа ремоут. Поэтому, возможно, это ремоут работа. Надо разговаривать. Во-вторых, ну, я не вижу… Так, два аппликанта, ребят. На самом деле, смотрите, у нас подали на эту вакансию всего лишь два человека заявлено. Хотите получить 30% шанса пройти на эту вакансию? Я не имею в виду прямо точно получить работу. Шанс. Да, 30%. Два подали, вы будете третьим на 100%, 33,3%. Вот попробуйте. Возможно, компания Apple вас и ждет. Что тут нужно? Ну, ребят, нужно читать. Да, вот тут нужно Java, тут нужны фреймворки. Это automation хотят. Ну, окей, если вы этого не знаете, этому всего можно научиться. Языки программирования это все учатся. Окей, это все учатся в том числе и на нашем курсе. Давайте дальше посмотрим, что у нас еще есть. Вот, например, вот эта вакансия. Сан-Франциско, 41-64. На самом деле, ну, как бы маленькая зарплата. И за 41 тысячу в Сан-Франциско, я думаю, можно что-то интересное найти. Но, может быть, там нет никаких требований. Давайте посмотрим. Так, что тут нужно делать? Тест планы. Создавать скрипты для веб-автомейшн. Ну, ребят, это вот относится. Смотрите, я такое иногда встречаю. От вас хотят, чтобы вы знали и автомейшн, и фронт-энд, и бэк-энд, и API. И за это вам платят, к примеру, 15 долларов в час. Вопрос идти или не идти, я бы не пошел. Потому что это не та зарплата для этого уровня. Вот здесь тоже. От вас хотят, чтобы вы знали веб-автомейшн. То есть, по крайней мере, это нужен язык программирования. Хотя бы один какой-то, Python или JavaScript. И вам нужно знание, как тестировать с автомейшном, и скорее всего усилению. Вам нужно знание, как тестировать фронт-энд. То есть, ну, за 41 тысячу, это порядка 20 долларов в час. Это не та зарплата, на которую стоит идти. Я вот на самом деле, если у вас есть такие знания, ребят, пропускайте мимо такую вакансию. Даже если вы ищете работу, и вот 11 аппликантов уже туда подали, больше, чем в Apple. Идите лучше в Apple на 174, серьезно. И давайте еще несколько вакансий посмотрим. PlayStation. Окей, до сих пор требуется хорошо. Mercedes-Benz. Новая вакансия на этой неделе, кстати, я тоже выкладывал на нашем канале в Facebook. Можете посмотреть, довольно интересная вакансия. Они пишут entry-level, но, скажем так, у каждой компании представление о entry-level свое. Ну, вот они утверждают, что их вакансия на entry-level находится. Netflix. Ребят, обращайте всегда внимание на Netflix. У меня знакомые работают в Netflix. Компания хорошая, компания устойчивая, но у нее есть два но. Первый но. У нее очень хорошие зарплаты. Хоть они здесь это не пишут, но в Netflix хорошие зарплаты. Второе, Netflix является очень быстро развивающимся environment. То есть там меняется все, скажем так, очень быстро. И поэтому у вас есть хорошая возможность быть up-to-date. У вас есть хорошая возможность научиться многому на одном проекте. Великолепная компания, можно пойти. Хотя у меня есть знакомые, которым и не нравится там работать, потому что они считают, что слишком много там требуют. Ну, камон, там и зарплата очень хорошая. И давайте еще посмотрим, что у нас тут. TikTok есть. Хорошо. Nokia по-прежнему нанимает. Johnson & Johnson. Amazon. Хорошо. Ну, видите, ребят, почему я вот это вам все показал? Почему? Потому что я хотел вам показать, что существуют как большие компании Apple, так и небольшие компании. Вот, например, Blue Wine. Никогда не слышал, если честно. Или вот компания вот этого, что Idea Helix. Я честно, я не слышал, что это за компания. Но вот им нужен manual key engineer. Еще раз давайте вот в каждую неделю мы об этом говорим. Давайте посмотрим, сколько manual нужно, сколько automation нужно. Мне всегда это интересно. Во-первых, вот они ищут manual key engineer. Так, им нужны локальные кандидаты. Ну, хорошо. Скорее всего, они просят потом в офис приезжать через какое-то время, когда пандемия кончится. Хорошо. Но все, что не требуют, ребят. Один год экспириенса в manual тестинге. Наши ребята, которые наши курсы заканчивают, они имеют примерно по опыту 3-4 года. Это и manual automation. Неважно, вы пошли на manual курс на automation. Вы имеете по опыту того, что у вас знания есть, примерно 3-4 года. То есть, придя на собеседование, вы покажете знания не одногодичные. Вы покажете знания 3-4 года. То есть, очень хороший шанс пройти. Во-вторых, если вы реально живете вот в Окленде или где-то в окрестностях, или в Кунвелле, да, можно попробовать, тем более зарплата не указана, можно будет поторговаться, посмотреть. Небольшая компания, ну, опять-таки, 71 аппликант. Ну, для меня довольно странно. Ну, может быть, потому что entry-level. И вопрос, ребят, кого больше требуется, manual или automation? Вот давайте просто без предвзято посмотрим просто на описание вакансий. Вот у нас тут выборка небольшая есть. Там, где написано automation, это по-любому будет automation. Там, где не написано automation, надо смотреть. Но даже по описанию. Вот здесь написано automation? Нет. Здесь написано? Нет. Здесь нет. Дальше. Здесь нет, но мы видели, что нужно automation. Окей. Уже там 25% нужно automation. Что вот здесь веб нужен automation. Окей, еще. Ну, примерно, если посмотреть, вот смотрите, по описанию даже, да, по описанию, ну, примерно 50 на 50. Работа в компаниях примерно так и строится. То есть в каждой компании есть manual key-инженеры, в каждой компании есть automation key-инженеры. И та, и та работа востребованная. За нее по-разному платят, да, и по-разному спрос в разных штатах, тем более. Но, тем не менее, я хочу вам показать одну вакансию. И она, вот она, вакансия. Я ее, правда, в отдельную папу себе вкладку выделил, но она вот у меня попалась, и я вам хочу ее показать. Это компания Juniper Square. Я, честно говоря, не слышал об этой компании. Она находится в Сан-Франциско. Но что меня привлекло внимание в этой компании? Во-первых, senior key-инженеры. Ну, хорошо, это не новость. Senior, это, понятно, это средний уровень, это уже не middle, не начинающий. Это уже senior. Ну, а на manual, да, то есть тут не требуется знание никаких программных языков. Возможно, это будет плюсом, но они не требуют. Во-вторых, ребят, внимательно посмотрите вот здесь на цифры. На самом деле это очень интересные цифры. Не всегда automation так получают. 202 тысячи долларов. То есть компания предлагает от 88 до 202 тысяч долларов за manual позицию. То есть вам предлагают быть мануальным-то инженером в Сан-Франциско за 202 тысячи долларов со всеми бенефитами. Неплохо? Я бы очень сказал, что неплохо. Тут написано 14 аппликантов, а вот здесь написано 15. Видимо, за то время, пока мы сейчас разговаривали об этой вакансии, кто-то еще подал. Наверное, может, кто-то посмотрел наш обзор. И 202 тысячи долларов – это на самом деле очень хорошая зарплата. И давайте посмотрим вообще, что там требуется. Review functional specification. Окей, то есть надо разбираться, будет документация. Тест планы. Нужно будет создавать тест-кейсы. Хорошо. Работать близко с development team и работать с тест-кейсами, которые могут быть автоматизированы. Тестировать новый продукт и удостовериться, что все delivered highest quality. То есть все в лучшем виде доставляется до клиента. Troubleshooting. Как это производить? Хорошо. Tracking bugs. Это, скорее всего, в jury нужно работать и смотреть, что с багами происходит. Какие были починены, какие нет. Где нужно regression testing проводить, где functional testing. В принципе, всему, что я здесь описываю, ребят, мы учим на курсе. Не в принципе, а всему и учим. Поэтому это все элементарно. Дальше. Partner with team leads. Окей, окей. Работа с team lead. И mentor other key engineers. Окей. Работа с другими key engineers. Может быть, чему-то их учить. Давайте посмотрим на требования, которые от нас хотят. Пять лет экспириенса. Опять-таки, вот здесь, ребят, об этом нужно разговаривать. И experience working closely with automation team. То есть, от вас не требуют знания automation. От вас требуют, чтобы вы были мануальным инженером, который работал близко к automation team. То есть, ну, примерно понимали, из чего стоит работа automation team, чтобы, если что, могли с ними на одном языке работать, разговаривать, работать с ними на одном языке и помогать им в чем-то. Дальше. Знания. Saturky methodologies. Понятно. Это все легко. Wearable and communication skills. Это понятно. Тоже легко. Attention to details. Это для QA, понятно, нужно. Быть знакомым с сонтификейшн, авторизейшн. Все понятно. Это значит, какие-то токены нужно будет. Там SSL, безопасность проверять. Такую небольшую. Дальше. Experience application built with React.js GraphQL+. То есть, им нужен какой-то API на GraphQL, им нужен на React.js, у них, видимо, аппликейшн построена. И если вы будете просто знать, как она построена, принципы. Вас не просят это строить, вас не просят там тестировать. Просто принципы построения, это тоже будет плюс. Но, опять-таки, это плюс. Ребят, все, что плюс, это не требование жесткое. Это плюс. Так. Working knowledge with relational databases and SQL. Ну, окей, это backend. Нужно будет тестировать, скорее всего, backend. И это мы тоже учим на нашем курсе. Также у нас есть для наших студентов бесплатные семинары, где мы учим SQL. Пожалуйста, вот кто у нас учился или продолжает учиться, можете бесплатно приходить на семинары и учить SQL. Дальше. Давайте посмотрим, что еще тут нужно. Experience Cyber Testing Framework. Окей. Это примерно как Selenium, только немножко другой тестовый framework. И вы довольно быстро можете в нем научиться работать. Но, опять-таки, это плюс. Это не требуется. И тут, ребят, я не вижу нигде, где нужно было бы ходить в офис. Более того, смотрите, что я тут увидел. Home Office Productivity Alliance. То есть вы будете работать из дома. Представляете? У вас будет salary, у вас будет health, dental, vision. На вас и на всю семью вам дадут бенефит такой. Дальше. Unlimited Vacation Policy и Paid Holidays. То есть все праздники вам будут оплачены. Дальше. Unlimited Vacation Policy. Если вы договоритесь со своим шефом, вы можете на весь год уехать на vacation. Ну, я не думаю, что прям так разрешат, но тем не менее. Unlimited Vacation Policy. То есть можно разговаривать об этом. Дальше. Если вы не можете работать по каким-либо причинам, вам это время оплачивается. Вам 401k туда дают, retirement plan. Это вам на пенсию откладывают деньги. Professional Development Stipendia дают. Скорее всего, вам еще будут оплачивать какие-то курсы, которые вы хотите закончить дополнительно. Healthcare FSA. Это отличная штука. Это до таксов, до того, как вы заплатили налоги, вам могут зарезервировать какую-то сумму, которую вы можете направить на медицинские расходы. Даже на массаж, на акупунктуру, на какие-то лекарства. Это до налогов. То есть вы не платите с этой суммы налоги. Это очень выгодно. Monthly Work from Home Wellness Stipendia. Окей. Это вообще отлично. Смотрите. Если вы хотите купить, скорее всего, какой-нибудь тренажер или беговую дорожку, или велотренажер, или гантели, вам это оплатят. Или вы хотите заниматься в какой-то группе онлайн, где вы будете с Personal Coach заниматься, вам это оплатят. Mental Wellness Coverage. То есть если в какой-то момент вы устанете работать и, грубо говоря, по-русски говоря, вы будете загоняться, вам что-то будет там, нужна Mental Health, они это оплачивают. И самое удивительное, ребят, это работа из дома. За 202 тысячи долларов в Сан-Франциско, работа из дома. Что это значит? Что вы можете быть где, не в Сан-Франциско. Вы можете быть в Нью-Йорке, вы можете жить где-то в Middle USA, вы можете жить, и я не уверен, что за пределами США, но опять-таки надо разговаривать. Возможно, даже за пределами США вы можете жить и работать на эту компанию. И это full-time position. Это не temporary, это full-time position. Интересно? Да, такие вакансии часто появляются на рынке, в том числе вот я о них рассказываю. Теперь давайте посмотрим о seniority level. Seniority level, ребят, это то, кого нанимают в Киеве. То есть кого нанимают больше? Тех людей, которые только начинают работать в Киеве, тех, кто что-то уже знает, или тех, кто опытный. Очень интересно, правильно? Давайте посмотрим. Из 147 тысяч вакансий на сегодняшний день по experience level у нас 53 тысячи вакансий – это entry level. То есть понимаете, да, вот там еще 40 associate, 20 middle senior level, и там директор, executive есть. Но entry level, ребят, 53 тысячи вакансий. Большинство из всех вакансий – это entry level. То есть на рынке Киеве в основном хотят нанять молодых специалистов, которые только что закончили какие-то курсы, в том числе и наши, которые что-то сами выучили, которые только начинают работать в вакансии в профессии в Киеве, в профессии тестирования. Это вот, пожалуйста, 53 тысячи вакансий. Associate – это как бы следующая ступенька, но опять-таки это тоже самая начальная ступенька, потому что вот это вот, manual, видите, хоть тут и senior пишут, но я смотрю по описанию, ребят, это не senior. Это где-то, ну, просто обычный Киеве. И тут написано associate, видите, вот здесь. Поэтому вот у нас получается 53,41, 94, почти 95 тысяч вакансий сейчас в Киеве – это entry level и associate. Это то, с чего вообще начинают в Киеве. Это очень-очень хорошо. То есть компании, понимаете, компании адекватные, они понимают, что многим людям нужна работа, и на Киеве не учат в университетах. На Киеве учат вот на таких курсах, как у нас. Люди заканчивают их, и до него, до курса вы можете работать бухгалтером, трак-драйвером, курьером, врачом, кем угодно, да. И вы можете отучиться вот 11 недель, в том числе у нас, и получать 200-2000 долларов. Но это мы не обещаем, это, скажем так, предлагает компания, вы можете попробовать, и если вас возьмут, очень большой, да, вот сколько тут у нас тут, 14-15 аппликантов, возможно, вас возьмут, потому что знания-то у вас хорошие будут после курса. Поэтому можно пробовать, можно пробовать и идти вот на такие вакансии, тем более entry level и associate там требования небольшие будут. Это что касается американского рынка, ребят, 17 тысяч рабочих мест за неделю. Посчитайте, сколько это в день, это очень много. Теперь давайте посмотрим на рынок, на рынок России. И мы воспользуемся, как всегда, сайтом Headhunter. Это очень большой источник информации, источник вакансий, по поиску вакансий, и в том числе и тестировщиков. На прошлой неделе по запоросу тестер у нас было 5199 вакансий. Кто следит за нашими обзорами, 5199 вакансий. То есть сейчас 5603. Каждую неделю прибавляется порядка 400 новых вакансий на рынке России. И это могут быть опять-таки, ребят, и senior key, и entry level key. Но сразу скажу, что на рынке России требования меньше, причем гораздо меньше, чем на рынке Америки. То есть там можно работать как бы вообще, грубо говоря, посмотрев видео на YouTube. Но я утрирую, конечно, но закончив уж manual курс наш, точно можно начинать там работать. А уж про automation я молчу, там 100% вы найдете работу. И давайте посмотрим на зарплаты. Где-то пишут, где-то нет. Ну вот, например, тестировщик Алматы. Да, можно там, даже без резюме можно написать. 27 января опубликована эта вакансия. Дальше. Еще Санкт-Петербург. Тестировщик. 31 января опубликована. Key Engineer. Новосибирск. Вот тут зарплата уже написана, вот тут, ребят. И это до 140 тысяч рублей. На самом деле для Новосибирска, я думаю, это хорошая зарплата. Для этого везде хорошая зарплата. Для любого региона России это хорошая зарплата. 140 тысяч рублей. И это Key Engineer. Это не Senior. Это не… Смотрите, я вот не вижу даже тут программы продукта регрессивного функционального тестирования. Ребят, это даже не automation. Это просто manual. Manual тестировщик за 140 тысяч рублей. Представляете? Великолепно. Дальше. Junior. Москва. Не написана зарплата, но 29 января. Свежая вакансия. Дальше. Key Engineer. Тестировщик. Можно работать из дома. Москва. Тестирование UI. Ручное с использованием фреймворков. По-моему, эта вакансия была на прошлой неделе. И, насколько я помню, ребят, тут нужно было знать manual тестирование. Но понимание automation, в принципе, небольшое нужно. Потому что тут написано ручное с использованием фреймворков. Скорее всего, у них что-то уже написано на automation. И вам просто нужно это запускать. И, возможно, вам даже объяснят, как там работать. И это, ребят, от 180 тысяч рублей. Представляете? От 180 тысяч. Очень хорошая вакансия. Дальше. Senior Key Engineer. Например, Москва опубликована 29 января. И работодатель сейчас онлайн. Прямо сейчас можно с ним поговорить. Зарплата, ребят, от 230 тысяч рублей. Представляете? Ну, это, правда, Senior. Но, опять-таки, вот я смотрю, на что от нас хотят. Функциональное, регрессионное, интеграционное тестирование. Хорошо веб, мобильные приложения. Составить тестовые сценарии. Но этому всему мы учим на нашем курсе. Умение анализировать бизнес-функциональные требования. Тоже учим. Умение грамотно составлять тест-планы. Тоже учим этому. Опыт тестирования веб-сайтов, мобильных приложений, знаний SQL. Ребят, вот этому всему мы учим на нашем курсе Key Automation. Да? 230 тысяч рублей. От 230 тысяч рублей. То есть наш курс стоит дешевле намного, чем месячная зарплата за вот эту вакансию. И учиться у нас можно онлайн. Представляете? И можно зарабатывать каждый месяц 230 тысяч рублей. Это сколько в год получается? 230 на 10. Это 2 300. И плюс еще 500. Это около, ребят, около 3 миллионов рублей в год. Ну, не 3, но ближе уже к 3 миллионам рублей в год. Если на 250 договоритесь, это будет 3 миллиона рублей в год. Нормально? Очень неплохо. Отучились у нас 11 недель. Пошли собеседование, чему мы тоже учим. Показали резюме, которое мы для вас составляем. Все. И получили работу за 230-250 тысяч рублей за 3 миллиона в год. Работаете из дома, пожалуйста. Тут, правда, это не написано, но я думаю, что из дома, потому что, в принципе, сейчас все работают из дома. Дальше. Тестировщик ПО в Минске от 1000 белорусских рублей. Ребят, я, к сожалению, не знаю конвертацию валюты на доллары, на русские рубли от белорусских, но я думаю, вам виднее. Мы отдельно сейчас посмотрим вакансии в Украине и в Беларуси. Q-Automation Engineer. Москва. Отлично. Смотрите, 150-250 тысяч рублей. Очень хорошая вакансия. Окей. Еще Москва. Q-Automation Engineer до 150. Москва до 40 тысяч рублей. Но удаленная работа. Да, возможно, что там нужно? Тест-кейсы, чек-листы. Опыт работы в тестировании от 6 месяцев. Ребят, это вообще ерунда. То есть можно начать за 40 тысяч рублей, поработать там, не знаю, полгодика за 40 тысяч рублей, научиться еще лучше, но уже получая зарплату, и дальше пойти вот на 170-20 тысяч рублей. Да, пожалуйста. Можно работать из дома. Отлично, отлично. Хороший вариант. Junior Key. Тестировщик ПО. Ребят, очень много вакансий. Многие из них опубликованы. Смотрите, 29 января, 29 января, 29, 31. То есть абсолютно свежие вакансии. Их очень много. И 400 рабочих мест за неделю было прибавлено по всей России. Это очень-очень хороший результат. Такого бума я не видел никогда. Теперь давайте посмотрим, что у нас в Украине. В Украине на этой неделе 207 открытых вакансий по запросу Key. Я пытался искать по запросу тестер, но по запросу тестер там выходят не совсем релевантные вакансии. Поэтому я просто выделил Key. И если вы посмотрите Key Engineer, Key Manual Engineer, Key Automation, Key Testировщик. Но даже по запросу Key 207 вакансий. Почему я обращаю внимание на даже? Потому что на прошлой неделе было 164 вакансии. Вот здесь записал специально себе. 164 вакансии. То есть сколько у нас? 43 вакансии прибавилось. Не так уж и много. Но опять-таки тенденция. Очень важна на рынке тенденция. Если спрос увеличивается, соответственно, зарплаты тоже будут увеличиваться. Потому что кандидатов за неделю, скорее всего, 40 не прибавилось. По-прежнему нужны люди на эти вакансии. И что у нас тут есть? Manual. Окей. General Key Engineer. Честно говоря, я первый раз вижу такое описание. General Key Engineer. Ну, вот тут ребята расшифровали. Strong Junior. Что такое Strong Junior? Это не Strong обычный инженер, наверное. Это вот Strong Junior где-то там. Ну, я вот Strong Junior тоже первый раз такое описание вижу. Но об этом можно разговаривать бесконечно. О том, как горит огонь, течет вода и выдают зарплату. Вот можно разговаривать бесконечно о том, как кто называет вакансию Key. В каждой компании есть свое название вакансии Key, тестировщика, аналиста, Key Analyst, Key Engineer, Key Tester. То есть много-много есть вакансий, но смысл один. Вы что-то тестируете на то, чтобы это хорошо работало. Это могут быть программы, это могут быть какие-то устройства мобильные, часы умные, колонки. Это может быть backend серверная часть, это может быть API, middle level. Это могут быть разные вещи. Всему этому мы учим на нашем курсе. Приходите, пожалуйста, на вводные уроки, записывайтесь. Они бесплатные. Смотрите. Если нравится, оставайтесь учиться и получайте очень хорошую зарплату. Дальше. Что у нас еще есть Key Engineer, и тут до полутора тысяч долларов платят. Хорошо, отлично. Strong Junior, manual, от 800 долларов. Но уже неплохо. Можно начать просто как manual от 800 долларов. Дальше. От 400 долларов. Training, Key Automation. Training, ребят, это когда вы, скорее всего, еще почти ничего не знаете, и вас берут, скажем так, на тренировку, на интерншип, на практику. И если вы эту практику хорошо проходите, вам уже, наверное, прибавляя зарплату, она будет не от 400, а где-то больше долларов. И плюс вас оставляют на full-time. И, возможно, кстати, вот это тоже full-time. То есть надо разговаривать. Так, еще у нас что-то есть. Key Automation Engineer от 1200 долларов. Хорошо. В Киеве. Key Engineer manual нет. Тут описание, сколько платят. Но, опять-таки, ребят, я смотрю еще по тому, когда выкладывали вакансии. 29-го, 29-го, 31-го. Что у нас тут есть еще? 29-го, 30-го, 31-го. Ребят, все очень свежие вакансии. То есть все-все-все вот абсолютно. Вы будете, может быть, даже… Видите, написано «будьте первым», «будьте первым», «будьте первым». То есть это значит, что… Вот отлик без резюме. «Будьте первым», «будьте первым». Это значит, что на эти вакансии еще никто не подавался. То есть спрос есть, работников нет. То есть все, что нужно, отучиться на курсе, в том числе и у нас, и прийти работать за сколько? Сколько у нас тут платят? «Будьте первым» – от 1200 долларов. Пожалуйста. Приходим, работаем от 1200 долларов. Это рынок Украины. Ребят, еще раз скажу, у нас прибавление на 40… Более чем на 40 вакансий на этой неделе. 207 открытых вакансий на рынке Украины. Теперь давайте посмотрим на рынок Беларуси. И рынок Беларуси, честно говоря, меня удивил. Смотрите, в два раза больше вакансий, в два с половиной, ну не в два с половиной, там чуть-чуть больше, чем в два раза, чем на рынке Украины. То есть получается у нас IT и Q-инженеринг и потребность в Q-инженерах в Беларуси больше, чем в Украине. И меня, честно говоря, приятно удивляет эта новость. То есть можно тут работать, смотрите, тут написано зарплата, ну опять-таки, будьте первым, будьте первым, 29 января, 28 января, 28, 27. То есть очень много работы, да, и тут написано, вот даже зарплата, смотрите, от 1100 американских долларов. Отлично. Опыт работы в Киэй от шести месяцев. По-моему, мы эту вакансию видели вот в Москве, там она была полюкована, ну возможно. Но тем не менее, ребят, ну зарплата хорошая, 1100 долларов, отлично. Дальше, смотрите, хэд оф Киэй. То есть если у вас уже хороший опыт от трех лет, да, в лидинг позишн, вы можете получать в Беларуси от 4000 американских долларов. То есть это такие зарплаты в Киэй, это такие зарплаты в инжиниринге. И эта зарплата, еще раз скажу, в Минске, в Беларуси и в Минске. Это не в Силиконовой долине, это не в Нью-Йорке, это зарплата в Минске. От 4000 долларов. Отлично. Ребят, я не знаю, почему еще кто-то не работает как Киэй. Дальше, смотрим, кто у нас тут еще есть. 406 евро. Киэй тестер manual web-based application тестер. Ребят, вот это мы учим на курсе automation. И вот зарплата, она примерно такая же, сколько стоит у нас курс. То есть за месяц вы отбиваете стоимость курса. Пожалуйста, можно учиться у нас онлайн и работать за 400-600 евро в месяц. Дальше, стажер-тестировщик, ручное тестирование. То есть, в принципе, если вы даже получили начальные знания Киэй, вы уже можете пойти на такую вакансию и там начать работать. Правда, я не вижу тут зарплату, но я уверен, что что-то там будет вам платить. Но самое важное, что вы будете там работать на каком-то проекте и тренироваться уже работая. Не участь, а уже работая. Это очень важно, чтобы подкреплять свой опыт, чтобы развивать свои навыки. И вот когда вас берут на стажера куда-то, это очень-очень хорошо. Дальше, junior key, key engineer, key engineer, key engineer. Я просто пытаюсь понять, ребят, сколько у нас менуал, сколько у нас автомейшн. И как в Москве и в России, так и в Украине, так и в Беларуси, ребят, большинство вакансий не пишут, что это нужно автомейшн. То есть, большинство вакансий – это либо менуал, либо какие-то небольшие знания автомейшн. Но в основном я вижу, что это менуал позиции. И не везде зарплаты указаны, но, опять-таки, зарплаты примерно одинаковые в отрасли. Вы будете получать примерно от 1000 долларов, если мы говорим о Беларуси, если мы говорим об Украине, может быть, примерно так же, может быть, чуть больше. И вы будете получать от этой суммы, в зависимости от вашего опыта. Вот, смотрите, сколько у нас вакансий. Очень-очень меня порадовал рынок в Беларуси. Что еще я могу сказать? Неделя выдалась великолепной. У нас прибавление на 17 тысяч рабочих мест в США. У нас прибавление на 400 рабочих мест в России. У нас прибавление на 40 рабочих мест в Украине. И мы посмотрели, что на рынке Беларуси в два раза, даже больше, чем в два раза, больше рабочих мест по Киеве, по тестированию, чем в Украине. Великолепные результаты, ребят. Бум Киеве. Что сейчас творится в начале этого года? Я работаю в Киеве уже около 10 лет. Я такого нигде не видел. Я такого никогда не видел, чтобы был такой бун Киеве. Я никогда не видел, чтобы столько было вакансий для entry-level, когда вы только заканчиваете курсы и вас хотят нанять. Я никогда не видел зарплаты в 202 тысячи долларов в Сан-Франциско для manual позиции. Сейчас огромные зарплаты. Сейчас огромные возможности. Все, что вам нужно, просто быть Киеве. Просто быть тестировщиком. Вам нужно закончить курсы. Можете наши курсы закончить. Можете любые другие курсы. Вам нужно получить знания по этой профессии и начинать работать. Вас смогут взять как стажера, так и entry-level, так и уже middle-level в зависимости от ваших знаний. Наши студенты получают очень много знаний на наших курсах, которые равны где-то 3-4 годам вообще опыта работы. Поэтому очень хороший шанс найти хорошую работу, закончив именно наши курсы. Я желаю, ребят, вам найти хорошую работу. Следите за рынком Киеве, следите за рынком IT, следите за рынком тестирования. Смотрите наши еженедельные отчеты. Подписывайтесь на наш канал. Ссылка в описании этого видео о наших курсах. Посмотрите, у нас есть бесплатные уроки. Записывайтесь. И очередной курс у нас стартует 15 февраля. Пожалуйста, приходите на бесплатные вводные уроки. Все онлайн. Посмотрите, если понравится, оставайтесь учиться. Все. Был рад с вами сегодня увидеться. Всем удачи в поиске работы. Всем пока. До следующей недели. Всем пока.